Ну что, наверное, можно начинать уже? Три? Да, конечно. Буквально два слова, коллеги. У нас ковид, наше сообщество не обходит стороной. К сожалению, Леонид Борисович приболел. И поэтому Сергей Александрович предложил немножечко перестроить структуру лекций. Есть его лекция «У заселения человек Америкой». Наоборот, Америке человеком. Человеком Америки. Которая, в общем-то, более-менее независима от всего остального. И сегодня Сергей Александрович ее прочтет. А дальше, Сергей Александрович, как вы планируете? Оставить, так сказать, прежний порядок? Или Леонид Борисовича пере... Нет, я думаю, что сегодня я про Америку расскажу. А я надеюсь, что к пятнице Леонид Борисович поправится. И дальше мы пойдем уже по нашему расписанию. Пару списать, отлично, все. Олег, передаю Сергею Александровичу. Спасибо. Так, меня видно, слышно? Очень все хорошо. Хорошо, прекрасно. Ну, к сожалению, пришлось немножко перестроить нашу логическую последовательность, потому что на самом деле, конечно, тематика древнейших памятников Америки, она, естественно, следует вслед за палеолитом Сибири. И мне пришлось немножко перестроить, немножко краешек Сибири, вот северо-восток, поскольку это связано с биренгийской тематикой, включить в сегодняшнее свое выступление. Ну, собственно говоря, то, о чем я собираюсь рассказать, немножко уже, чем объявленная тема, потому что заселение человеком Америки – это сложнейшая комплексная проблема, которая требует привлечения данных не только археологии, но и палеогеографии, генетики, антропологии, этнографии, сравнительной мифологии, лингвистики, то есть вообще массы наук. Я расскажу, ну, курс наш археология, поэтому я расскажу, собственно говоря, о древнейших памятниках Северной Америки и их соотношении с памятниками Азии. Ну, темой этой я занимаюсь очень давно и успел, так сказать, опубликовать, кроме всяческих статей, несколько книжек в содружестве со своими друзьями и соавторами. И, конечно, выступая в Институте географии, нельзя не сказать о том, что вот эта тема беринги и заселения человеком Америки рассматривалась нами в рамках длительного проекта, который проходил под руководством Андрея Алексеевича Величко, и результатом которого явилась публикация объемистого атласа монографии о первоначальном заселении Арктики, которая вот была издана на русском языке, потом переведена на английском. Так что в известной мере эта лекция, в общем, позволяет снова вспомнить Андрея Алексеевича и его идеи относительно связи человека и природы в плейстации. Ну, начиная сначала. Как только европейцы появились в новом свете, то сразу встал вопрос, откуда здесь взялись люди? Люди-то все от Адама. Значит, каким-то образом они должны были сюда попасть. И один из первых людей, кто высказал предположение об азиатском происхождении американских аборигенов, это был Томас Джефферсон, один из отцов-основателей Соединенных Штатов и по совместительству один из пионеров американской археологии. Но освоение Америки шло с двух сторон. И со стороны Тихого океана здесь включались русские мореплаватели. И вот Георг Стеллер, естествоиспытатель в экспедиции Беринга, он, увидев сходство обитателей азиатской и американской побережья Тихого океана, высказал предположение, что когда-то Азия с Америкой соединялись с сушей, и здесь распространялись люди. В дальнейшем эта тематика приобрела характер Берингии, и уже в X веке ботаник Эрик Хюльтон выдвинул концепцию Беринги, исчезнувшего материка, который соединял Азию и Америку. Конечно, всем очень хотелось узнать следы вот этих самых, выявить следы вот этих самых первых поселений. И в XIX веке под впечатлением открытий палеолита в Европе американцы тоже решили, ну а чем же мы хуже, у нас тоже должен быть палеолит. Но, к сожалению, все эти поиски XIX века, они не увенчались успехом, потому что за палеолитические находки, в том числе и нижнепалеолитические, принимались остатки кремнедобывающих разработок индейцев гораздо более поздних эпох. И только в 1927 году Фиггенс и Кук открывают в местечке Фолксом залегающие вместе кости первобытного бизона, бизон-антихвус, в сопровождении наконечников Фолксом. Вот 1927 года берет начало открытие палеоиндейцев. И в дальнейшем эти исследования распространялись в различных частях Северной Америки. Но начнем с беринги. Беринги существовало неоднократно в течение приста цена. В каргинское время МИС-3 здесь существовал пролив, но начиная уже где-то с 40 тысяч лет до примерно 14-13-8 тысяч лет. Да, все тысячи лет, о которых я буду говорить, это калиброванная радиоуглеродная шкала. Существовал уже сухопутный мост, а в дальнейшем происходило постепенное формирование пролива, раздвижение, но и в этом случае небольшой, довольно узкий перинга пролив не мог быть препятствием для существования человека и переселения человека и калистациновой фауны. Таким образом, мы можем говорить в узком плане о беринге, имея в виду Чукотский полуостров и Аляску, и в широком плане большая, так называемая, большая берингия, это Аляска и Нюкон, а с нашей стороны это вся территория северо-востока Азии, включая Якутию. На этих картах, которые мы взяли из Атласа, но немножко их разверну, поскольку речь идет об Америке, это ситуация в Карлинское время, МИС-3, и здесь вы видите первую волну продвижения человека на север, на север, на север, это Янская стоянка. Значит, говоря о заселении, о первых средах заселения, я оставляю в стороне палеонтологические местонахождения, которых сейчас известно уже некоторое количество, потому что, с одной стороны, в ряде случаев трудно сказать, имели ли место искусственная трансформация этих костей бивней мамонта или это естественное повреждение, но даже в тех случаях, когда речь идет о бесспорно искусственном воздействии, мы не можем, мы можем датировать эти костные остатки, но мы не можем датировать время, когда человек не прикасался. И речь идет или о разделке свежезабитого мамонта, или о разделке мерзлой туши, которая здесь лежала в мерзлоте тысячи лет, и тем более о преобразовании, образовании костяных нуклеусов, о преобразовании вот этих найденных предметов, вот тут очень сложно сказать. Поэтому я буду говорить сейчас только о памятниках, о палеолитических памятниках. И вот первая волна проникновения человека на север – это Каргинское время, и это комплекс стоянок, исследованных Владимиром Викторовичем Питулько на Альяне. Это, собственно говоря, не одна стоянка, а целый ряд памятников с различными датировками. Здесь довольно сложная стратеграфия. Вот в этой толще, где, собственно говоря, больше льда, чем породы, основная часть дат ложится, выходит за пределы 30 тысяч лет, то есть порядка 32 тысяч лет. Это основной эпизод обитания здесь человека. Нужно иметь в виду, что, конечно, речь идет не о какой-то вот единой стоянке. Здесь нет культурного слоя в том понимании, в котором мы говорим, когда мы говорим о памятниках, не только юга Сибири, но и Камчатки или Якутии. Здесь скорее совокупность материала, иногда, в котором иногда удается вычленить некоторые стратифицированные контексты, включая остатки очагов и приотчажных скоплений. Каменная индустрия. Да, значит, охотились здесь в основном на бизона, северного оленя, много остатков мамонта, шерстистого носорога, лошади и других видов плейстоценовой фауны. Каменная индустрия достаточно архаична. Здесь нет микроплотинчатой техники. Здесь в основном использовались отщепы, хотя есть и плотины. Огромное разнообразие скребел, которые живо напоминают в Сибири. Это вот памятники поздней поры енисейского палеолита, афонтовская, кокоревская культура, о которых я расскажу потом в лекции, посвященной палеолиту Енисея. Здесь есть скребки, резцы, небольшие острия. Полных аналогов вот этой индустрии на юге Сибири нет. Аналоги есть скорее в разных стоянках, разных культурных, разного контекста, что, может быть, говорит о неоднородности этого материала. Вот что здесь изумительного? Это серия изделий из кости, рога и бивня. Великолепная серия наконечников. Вот такие предметы уникальные, как ковш из бивня, мамонта, орнаментированный мамонт, огромное количество украшений. Вот эта янская стоянка – это, собственно говоря, первая волна заселения. Дальше пошел у нас ЛДЖМ. То есть это развитие сартамского оледенения, когда в основном все-таки человек был… В свое время была распространена версия о том, что человек вообще уходил из Сибири в сартамское время. Некоторые авторы ее продолжают придерживаться. Нет, в основном, но все-таки, в основном, на мой взгляд, шла концентрация населения в некоторых рефлобиумах на юге Сибири. И следующая волна на север – это уже, как вы видите, вот здесь памятников гораздо больше. Это уже позднее Ледниковье, начиная где-то после ЛДЖМ. Здесь вы видите памятники уже и в Якутии, и первые следы человека в Америке. Опорные памятники здесь – это стоянки, выделенные Юрием Алексеевичем Мачановым в Якутии, дюк тайской культуры. Основные стоянки на Алдане. Есть памятники на Лене. Дюк тайская культура датируется по калиброванной шкале. Она примерно от 17 до 13 тысяч лет. И, вероятно, она связана генетически с селимджинской культурой, с культурой, о которой я скажу потом в лекции о палеолите Сибири, с культурой, которая была распространена в Преамурии. Основными чертами дюк тайской культуры – это листовидные бифасы и ножи, и великолепно развитая микропластинчатая техника, основанная на кленовидных ядовищах. Дюк тайская культура – это составная часть огромной культурной общности, которую иногда называют билингийской, иногда палеоарктической, которая охватывала весь северо-восток Азии. Доходила она в южном направлении до Забайкалья и в Новый Свет – это памятники Аляски и Югода. Основная культура, основная колонка для северо-востока Азии – это группа стоянок на Ушковском озере на Камчатке, исследованные Николаем Николаевичем Диховым. В настоящее время эти исследования продолжаются другими исследовательскими группами. Здесь уже четкая стратеграфия, основанная и на серии радиоуглеродных датировок, и на тефрохронологии. Здесь на Камчатке в районах вулканической деятельности четко опознаваемые следы вулканических пепл. И вот здесь два комплекса. Один ранний – это слой 7. Это примерно 13,2-12,9 тысяч лет. Слой 7. Где найдены остатки углублённых жилищ, разрушенные остатки погребения, детского погребения с остатками зубов. И из материальной культуры наиболее характерными чертами являются наиболее характерны черешковые наконечники стрел, которые живо напоминают черешковые наконечники, присутствующие на памятниках Америки-Запада, Запада-Америки, о которых я скажу дальше. Но в Америке эти памятники есть древние ушков. То есть здесь вот такой вот связи прямой не прослеживается. И дальше это перекрывается комплексами слоя 6. Здесь даты примерно 12-11,5 тысяч лет. Вот слой 6 тоже с остатками жилищ, грибообразной формы в плане с входом. Это уже памятник близкой дюктайской культуре с листовидными наконечниками, бифасами и хорошо распространённой микропластинчатой техникой. Такие же стоянки. Значит, все эти комплексы ушковские, они распространены довольно широко на северо-востоке Азии. В частности, комплексы аналогичные слою 7, известны на Чуковке, Большой Эльгахчан. А слой 6 есть памятники на Колыме, Хита, с микропластинчатой техникой, листовидными бифасами. Но в то же время здесь есть и памятники на северо-востоке. Без микропластинчатой техники, вот в частности, комплекс Уптар в Преохоте, который датируется, здесь прямой даты нет, но он залегает ниже слоя пепла 9 тысяч лет. И вот здесь стоит обратить внимание на наконечник, который, на наконечник с желобчатым сколом. Этот прием желобчатый скол, мы его еще встретим в культурах Северной Америки, но в данном случае это, конечно, случайная форма, как и на памятниках Солютрейских во Франции. Просто всегда, когда в индустрии есть техника тонкого бифаса, иногда при производстве получается брак, вот в виде получения вот этих желобчатых сколов. А в американских культурах Пловис и Фулсом это специальный технологический прием. К сожалению, на Чукотке, вот, собственно, на Чукотском полуострове все памятники известные, они не старше 11 тысяч лет и есть по некоторым памятникам и даты еще и моложе. То есть вот такого разнообразия получается некоторая нестыковка, потому что на Аляске-то как раз памятников много и хорошо датировано, а у нас на Чукотке их мало, и они датируются самым концом плейстоцена. Ну, собственно, переходим на Аляску, которая была соединена в то время с территорией Чукотки. Оледенение затрагивало горы на юге Аляски и хребет Брукса на севере. Вся центральная часть была свободна от Альда, и здесь распространялись, конечно, те, кто шел за представителями мамонтовой фауны. Это мамонт, который вымер в основном до появления здесь человека. Это мамонт, бизон, северный олень, дикая лошадь. Вот древнейшие памятники Аляски, которые все в основном датировались, начиная от промежутка между Беллингом и Алилиодом и кончая поздним Дрецком. Значит, единственное исключение – это пещера Блюфиш на Югоне, где есть даты до 25 тысяч лет, но здесь ведет до сих пор огромный спор, насколько вот эти остатки фауны связаны с деятельностью человека или с деятельностью животных, и насколько связаны найденные здесь каменные орудия с фауной. В основном все памятники сосредоточены в центральной части Аляски, в долине Тананы и Нинаны, это бассейн Югона, они приурочены к возвышенностями, сложенными флювиоглицальными галичниками и перекрытыми тонким плащом эоловых отложений, песчаных, супесчаных, очень плотных. Любопытно, что когда видишь эти разрезы, то поражаешься по сравнению с Сибирью практически полным отсутствием мерзлотных нарушений. Здесь все нарушения, здесь, по-видимому, более сухие условия, и нарушения здесь – это тонкие трещины усыхания, по которым иногда блоки породы с культурными слоями смещаются. Значит, здесь три культурных комплекса существовали. Немножко более ранний – это комплекс Нинана. Комплекс Нинана с датировками от 13,5 до 11,5 тысяч лет. Эти памятники, этих памятников характерны. Вот такие каплевидные наконечники, которые получили название Чиндан. Кроме того, есть треугольные наконечники, есть скребки и очень грубые массивные тезки. Эти памятники распространены по долинам Танана и Нинана, в частности, вот эта стоянка Броукан-Мама. Здесь найден клад из трех стержней из бивня-мамонта, но все эти стержни датируются на несколько тысяч древнее, чем культурный слой стоянки. То есть это подобранные человеком бивня-мамонта. А охотились здесь на северного благородного оленя и бизона. И обитатели этих стоянок совмещали охоту с рыболовством и добычей птиц. Имеются здесь очаги, скопление расщепленного камня. Сейчас открыта немножко более ранняя стоянка Хольцман, где в слое порядка 14 тысяч лет есть бивень-мамонта. И, по-видимому, там вот все-таки первые поселенцы застали еще мамонта на Аляске. Вот такие вот наконечники из разных этих стоянок. И наконечники весьма разнообразные. Вот из Хили-Лейк здесь и маленькие треугольные со скругленным основанием, и двуконечные. «Литл Джон» – это вот из последних открытий. Это прямо на дороге, это прямо на границе Аляски и Юпона. Памятник культуры Нинана. И интересно, и тут нет, в Нинане нет микропластинчатой техники, но здесь появляется микропластинчатая техника, в частности, на стоянке «Свонпойн» в самом нижнем культурном слое. Вот в нижнем слое здесь есть кленовидные нуклеусы, сколы с нуклеусов. То есть вот это самое порядка 13-14 тысяч лет – первое появление микропластинчатой техники, которая в дальнейшем разовьется здесь в культуру Деннели. Культура Деннели. Вот вы видите здесь прекрасные кленовидные нуклеусы, серия резцов, тоже крупные тесла, скребла, и вот стоянка «Драйкрик» – один из основных памятников этого времени. Там нижний слой Нинана перекрывается культурным слоем Деннели. То есть вот эти традиции здесь сосуществовали. И из последних открытий Деннели – это, конечно, Апорт, Сан-Ривер, памятник, где найдены остатки жилищ. И внизу жилища – погребение с великолепными стержнями из рога оленя, двойное детское погребение. Обычно Диффас и Деннели сравнивают с Дюктайом. Действительно похоже, но не совсем. То есть здесь нельзя все-таки представить, что Деннели – это, по-видимому, часть единой вот этой палеоарктической традиции, но нельзя представлять себе, что эти памятники – прямые потомки, переселившиеся сюда группы населения из Якутии. Поскольку здесь, но я уже не углубляюсь, что типологические нюансы, о которых можно рассказывать долго, типологически здесь есть различия в форме Биффаса. И третье, совершенно неожиданная вещь – это северный палеоиндит. А вот здесь Мейзан – это памятник, который связан… Это север, это арктическая часть Аляски. Это памятник, который связан с поверхностью вот этой 60-метровой столовой горы. То есть Майк Кунц, первооткрыватель этого памятника, рассказывал мне, он долго здесь ходил, бродил, годами искал ранние стоянки. И вот насколько все в археологии зависит от поисковых критерий. Он ходил по долинам, смотрел низкие террасы. Да, памятников много, все поздние. Случайно забрался вот на эту вершину, и вот там оказался палеоиндит. И дальше открывается целая серия этих памятников. Это не стоянки, это охотничьи лагеря. Места, с которых видна местность на десятки километров, и где вот эти группы северных палеоиндейцев занимались прослеживанием, передвижением стад бизонов, северных оленей, и попутно разводили костры и изготавливали свое охотничье вооружение. Здесь много вот таких наконечников, которые удивительно похожи на наконечники культуры эгейт-бэйсен, существовавших южнее ледников на основной части территории, в районе скалистых пор и высоких равнин. Но здешние наконечники, они древнее эгейт-бэйсен, то есть, по-видимому, здесь предковая форма, и дальше они перемещаются сюда. Здесь много похожих памятников. Бедвелл, Хиллтоп, немножко Друиспейн-Маунтин, немножко другие наконечники, которые выделяются в комплекс. Слюсовый с округленной базой, Тулуак, вот эти памятники, это памятники уже юго-запада Аляски. Все эти памятники в основном это периферия Аляски, в отличие от памятников Ненана и Теннеля, которые сосредоточены во внутренних частях полуострова. И одновременно появляются наконечники, желобчатые наконечники, которые, вероятно, проникли сюда с основной территории Соединенных Штатов. Это стоянка Серпентайн-Хатт-Спрингс, это уже рядом, собственно, это долина рядом с Беринговым проливом. Рейвенблах, тоже желобчатые наконечники, наконечники с желобчатым основанием. Вероятно, вот все эти три традиции как-то взаимодействовали друг с другом, потому что есть общие формы наконечников. Здесь они сосуществовали вот в течение вот этого отрезка, начиная от периода между Берлингом и Алилиодом и кончая поздним отрезом. Вот, это Аляска. И от Аляски переходим к основной части Северной Америки. Что мы имеем здесь? Два огромных ледниковых щита, которые делят Аляску и Юпон, которые тогда представляли собой продолжение Азии, от основной части Соединенных Штатов. Лаврентийский ледник покрывает основную часть территории нынешней Канады и Кардиверский рядом с Тихоокеанским побережьем. К югу от ледников простираются огромные приледниковые бассейны. И вот нынешние вот эти Великие озера, это, собственно говоря, остаток вот этих огромных плейстоцелуевых водоемов, которые вначале сток шел, где-то до 14 тысяч лет, сток шел на юг по долине Миссисипи в Мексиканский залив. Потом с подъемом воды происходит переориентация по реке Святого Лаврентия уже сток в Атлантику. И южнее, как вы видите, здесь различные природные пояса, различная фауна, и тоже это все связано с распространением культуры. Итак, как человек мог проникнуть сюда южнее? Два пути. Первый путь Тихоокеанского. Вдоль побережья. Некоторое время назад считалось, что вот этот кордильерский ледник, он обрывался прямо к побережью Тихого океана, и это побережье представлялось собой что-то вроде нынешнего побережья Гренландии или Антарктиды. То есть такая ледниковая стена. Сейчас выясняется, что все-таки здесь были участки суши, то есть человек мог, даже вот с такими примитивными плавсредствами, он мог проникнуть как-то здесь по побережью. Но, к сожалению, все памятники здесь гораздо моложе, чем нам хотелось бы, потому что все древние стоянки находятся, древние уровни находятся под водой, под уровнем современного океана. И признаками самого раннего заселения мы находим гораздо южнее. На островах Channel Islands – это побережье Калифорнии, и здесь выделяется так называемая палеобереговая традиция. Здесь люди соединяли, здесь люди занимались и охотой, и добычей моллюсков, здесь есть раковинные кучи, и своеобразные наконечники вот такими зазубренными краями. Датируется все это порядка 13 тысяч лет, и здесь же есть антропологические остатки. Это так называемый орлингтонский человек с острова Санта-Роза. Это следы, по-видимому, первой волны заселения, которая шла вдоль Тихого океана. И второй путь – это коридор Маккенса между Лаврентийским и Кордильерским щитами. Примерно начиная с 15 тысяч лет этот коридор уже был доступен для человека и для передвижения плестоценовой фауны. В районе коридора есть отдельные находки наконечников Кловес, есть стоянки вот такие, как Вермидьон Лейкс, Чарли Лейкс. К сожалению, они все позднее, чем нам хотелось бы. Итак, длительное время считалось, что первые следы заселения человеком основной части Северной Америки – это культура Кловеса. Сейчас в серии новых открытий мы понимаем, что Кловес предшествовал целый пласт, целый пласт культурных явлений, которые все, между все эти памятники находятся, примерно доходят до 15-16 тысяч лет. То есть это после ЛДЖ, но до Кловеса. И как ни странно, эти основные памятники находятся не там, где нам бы хотелось, то есть в районах северо-запада, а в основном они на востоке Соединенных Штатов. Это такие памятники, как навес Медаукрофт в Пенсильвании, где в сопровождении вот вестовидного наконечника серия пластинок датировки до 15-14, а есть и даты до 19 тысяч лет. Другой памятник, это уже южнее идет туда, Виргиния, Южная Каролина, это памятники Кактус-Хилл, Топпер, то есть все это ниже, здесь стратеграфически, эти слои ниже слоев Кловис. И очень интересный в Техасе, в долине ручейка, Баттермилк, там две стоянки Голд и Дебора Фриткин, там тоже под, ниже, непосредственно ниже слоя Кловис есть отложения до Кловис со своеобразными наконечниками, пластинчатая индустрия. В это же время есть памятники с остатками мамонтов, где мамонты сопровождались, это Хебер и Шефер, это в Висконсине, это уже район Великих озер, где остатки мамонта сопровождались находками каменных орудий, черперами, ножами, то есть теми, которые использовали для расчленения туши. Но кроме мамонта, да, и здесь же появляется на Западе, очень рано появляется традиция черешковых наконечников. Это пещеры Пейсли в Орегоне, здесь датировки до 15 тысяч лет, находки капролитов человека и вот эти серии черешковых наконечников, то есть традиция черешковых наконечников на Западе Соединенных Штатов со своеобразными наконечниками черешковой и изделия в форме полумесяца, они существовали до Кловес, параллельно с Кловес и переживают Кловес. Вот эта традиция здесь существует. И кроме мамонта еще есть мамут-американум, это мастодон, и в штате Вашингтон, это крайний северо-запад Соединенных Штатов, здесь есть порядка 14 тысяч лет ребро, ребро мастодонта, пробитое костяным наконечником, то есть признак охоты. И вот Кловес, первая американская, панамериканская культура. Как вы видите, распространение сплошное, и культура эта культура очень своеобразная. Она занимает по полиаретическим меркам, она очень короткая, от 13 400 до 12 700 тысяч лет. То есть всего 700 тысяч. И абсолютно единообразная. Ну, небольшое отличие есть форм наконечников на северо-востоке, но в принципе наконечники Кловес от океана до океана они практически одни и те же. То есть создается впечатление быстрого распространения какой-то группы людей с совершенно единообразным обликом культуры. Эти люди охотились на мамонтов или добивали, лучше скорее сказать, добивали мамонтов. Я потом скажу о местонахождении с мамонтами. Мамонтов здесь сложная штука с мамонтами, потому что тут есть мамонт Колумба, это местная форма, очень крупная форма мамонта, есть мамонт Джефферсона, есть обычный для нас мамутус Примигиниус, который распространялся в северной части. Это следы естественных, это Ход Принкс, это следы естественных. Захоронение Мюра и Спринкс, это следы рядом с болотистыми местами, окаменевшие отпечатки мамонтов, которые толпили здесь у водопоя, но основной добычей был бизон. И вот это я снимал в Елоустонском парке, и вот сейчас только в национальных парках можно понять, какой охотничий рай здесь встретил палеолитический человек. вот это пасущийся стадо бизонов, которые добывались в огромном количестве, но это был, конечно, бизон не нынешний, а бизон антикос, ископаемая форма. И кроме этого охотились и на северного благородного белохвостого чернохвостого оленя, здесь были ископаемые формы верблюда, лошадь, бобр, причем иногда это гигантский бобр, вымерший на северо-востоке, это огромная форма бобра до метра длиной, то есть такие в общем, здесь гигантские ленивцы, то есть вообще фауна здесь была очень интересная, но это особая тема. Итак, наконечники клонисов, наконечники копии дротик, у которых основание приострено специальным прибором, желобчатый скоб. Это первое чистое американское изобретение. Нигде в палеолите старого света таких вещей нет. Стоянки очень своеобразные, то есть по сравнению вот с Сибирью и Аляской, где памятники идут по долинам рек, на самом деле стоянки клонис жилые, их как раз практически нет на реках. Люди селились здесь, учитывая больше обводненность территории, они селились вдоль у побережья временных водоемов, прудов, на маленьких ручейках, у воды. И иногда вот эти места забоя мамонтов и бизонов, они вскрываются, вот как Blackwater Draw, они вскрываются современным карьером. Сейчас это довольно пустынная местность, а в Блистоцене это были пруды, где селился древний человек и местонахождение с мамонтом. От одной до тринадцати особей мамонта, обычно в сопровождении наконечников пловес и орудий для разделки, ножей, чертов. Это мамонт, в основном с остатками мамонта памятники, встреченные на западе Соединенных Штатов, на пустынном юго-западе, вот в предгоре скалистых гор это высокие равнины, а на востоке Соединенных Штатов здесь больше находок остатков мастодолка, тоже со следами присутствия здесь охотников к ловесу. И кладами. Кладами совсем плохо, потому что клады очень интересные. Это самые выразительные, самые шикарные наконечники, которые только можно представить, но они происходят несостоятельно, а это случайные находки. И как правило, в большинстве случаев обычно их находят фермеры, копают траншею, иногда эти комплексы попадают в частные коллекции, и во многих случаях даже невозможно сказать, откуда они точно происходят. Но вот здесь, причем клады разные. Есть клады, где великолепны, очень тонкие, длинные наконечники, засыпанные охрой, и вероятно, они нахили все-таки какой-то ритуальный характер. В других случаях, мы имеем дело со скоплениями, где есть и орудия, и заготовки, и нуклеусы, то есть это своего рода склады древних мастеров. То есть есть с одной стороны так, с другой так. Вот этот клад фэн, это где-то на стыке Вайоминга и Айдахо, и здесь кроме вот этих великолепных наконечников, изделия слева вверху, изделия в форме полумесяца, очень характерная для памятников Запада, и великолепный клад ричи, вот это самые длинные наконечники, здесь 23 сантиметра длины, самые великолепные наконечники кловеск, и серия стержни из бивня мамонта или мастодонта, к сожалению, очень поврежденные грызунами, и вот эти стержни, на них вы видите ритмические насечки. Это клад, и здесь кловеск относится древнейшее погребение, погребение венцик, которое, как водится, найдено при строительных работах, разрушено, и здесь, в общем-то, археологи потом только пришли, здесь найдено больше ста вещей сопровождающих это погребение, но опять-таки коллекция разрознена, и из нее происходят вот эти замечательные наконечники. Вот с погребениями очень не везет, очень не везет, как и склады. И другое дело, это памятники северо-востока, северо-востока Соединенных Штатов, то есть области Великих озер и приатлантической части. Здесь плохо то, что здесь кислый путь. Здесь, в отличие от Запада, практически нет фауны. Если есть фауна, коррекционированные косточки, то они принадлежат не бизону и не мамонту, они принадлежат северному оленю и бобру. Здесь все стоянки представлены скоплениями расщепленного камня в подпочвенном слое. И иногда обнаруживаются вот слева внизу на стоянке Вейл, здесь имеются остатки жилой стоянки, а рядом места, в двух местах найдены наконечники. И некоторые наконечники подбираются с вещами со стоянки, то есть здесь это интерпретируется как места забоя. Жилая стоянка, места здесь вот эта традиция Кловес, она существовала дольше, чем на Западе Соединенных Штатов, и она существовала здесь, традиция, это продолжается в то время, как на Западе уже существовал Фолсом и другие культуры. Вот это крайне здесь бывают очаги, ямы, это стоянка Бостром в Иллинойсе, иногда вот такие вот скопления расщепленного камня, как на стоянке Вейл, и на стоянке Эткинс, но это уже штат Мэн, это приатлантическая часть, здесь мощная структура из валунов, кольцевая, которая интерпретируется по аналогии с современными народами Севера, как хранилище для замороженного мяса. Деберт, Новая Шотландия, это уже приатлантическая часть Канады, такие же скопления. Юго-Восток здесь совсем другая ситуация. Здесь, во Флориде, там вследствие повышения уровня океана палеолит оказался в основном под водой. Здесь подводная археология, это соврекарстовые воронки, в которых находят остатки мамонтов, мастодонтов, в сопровождении наконечников, следов охоты, наконечников и костяных, и наконечников избивания, и разнообразных форм, разнообразных форм каменных наконечников. Я не буду здесь подробно говорить о наконечниках, здесь много региональных традиций, которые возникли во времена Кловес и после Кловес на Юго-Востоке. И здесь, судя по стоянкам, здесь охота сочеталась с большой ролью собирательства и рыболовства. Кловес – это, конечно, культура совершенно необычная, потому что она основана на том, чего мы не находим в палеорите Старого Света. Эта культура основана на переносе на огромное расстояние высококачественного сырья, которое американцы называют черт, у них другая классификация силицитовых пород, по-нашему весь этот черт обычно переводится как кремнистый славец, но на самом деле это в основном кремния яжи. И вот этот черт переносится от источников сырья на десятки и сотни километров, до 350-400 километров. Причем бифасы, которые здесь встречены, это форма переноса сырья. То есть где-то на выходах сырья изготавливались бифасы, затем они переносились, и из них уже на месте стоянки из них изготавливались из них снимались заготовки, из них изготавливались наконечники, сверла, скребки и другой инвентарь. И есть также вот эти прекрасные, прекрасного качества. Есть костяные и бивневые наконечники из Мюррей Спринкс великолепное изделие типа жезла начальника. Вот это вещь характерная для для палеолита старого света. Вот такой своеобразный получается у нас непохожий на старый цвет американский палеолит. А вот с искусством плохо. Вместо великолепия европейского искусства у нас всего на нескольких стоянках известняковые гальки с процарапанными изображениями. Причем как вы видите вот на стоянке Голд изображение по виду листочков. Вот интересно, что растения, которые совершенно не вдохновляли палеолитических политического человека в Европе, там рисовали, там практически нет изображения растений, там рисовали только зверей. А вот здесь зверей не рисовали, а рисовали растения. Вот из Голд такие же схематические, очень бедное искусство. И вот после, значит, начиная вот, значит, 13,4, 12, 700, это время существования Кловес, и дальше начинается распад этой единой общности. И здесь, как вы видите, начинается существование в финале Плеистацена, то есть это начиная с конца Алирёда и поздний Владой Дреас, это разнообразие региональных форм традиций. Все эти традиции выделяются по формам наконечек. А сопровождающие элементы очень бедные и очень похожи в разных культурах, что тоже отличает их от культурных проявлений Старого Света. На востоке Соединенных Штатов продолжаются традиции желобчатых наконечников. На Западе возникают новые культуры, а на Крайнем Западе в районе Большого Бассейна и Тихоокеанского побережья здесь продолжается традиция черешковых наконечников. Вот эта стоянка в Вайюминге Хелга Марсель Корнфилд показывает как раз разрез. Это редкий случай, когда здесь в пределах единой стратеграфической колонки, начиная с культуры Гошен, дальше идут все палеоиндийские культуры в пределах единой стратеграфии. И первая из культур это культура Гошен, которая разрывает традицию культур с желобочными наконечниками, потому что для Гошен как раз характерны наконечники без желобка. Из Гошен начинаются культуры с массовой добычей бизонов. То есть вместо единичных бизонов, как в Пловесе, мы находим мощные скопления следы загонных охот, где допятна загонной охоты, которые производились в Гошен и в последующих культурах, либо это весна начала лета, либо это ранняя осень, и здесь от 15 до последующих культурах до 56 как в Липском особи бизонов. В общем, бизоны иногда в этих овражках лежат скелеты один поверх другого, и видно, что в общем они забивали больше, загоняли и забивали больше, чем реально могли схесть, и вырезали только лаковые части, а остальное просто бросали гнить. Вот эта стоянка Милл Айрон, здесь рядом есть следы жилой стоянки и места забоя, их полсон. Полсон – это самый конец плейстоцена, и вот здесь-то эта традиция желобков доходит до апогея, потому что наконечник фолсон, а наконечники стали мильч, и по-видимому, часть наконечников фолсон – это уже наконечники стрел, здесь желобок идет практически на всю длину наконечников, что по-видимому, что вело к огромному количеству брака при производстве. И, по-видимому, вот это количество брака и привело к тому, что после фолс уже эта метода производства наконечников с помощью желобчатого скола утончения основания она больше никогда не используется. Но это, конечно, это совершенство обработки камня. И здесь называется эта культура фолсом-мидланд потому что мидланд это такие же наконечники только без желобчатого скола. И некоторые авторы считают, что в конце существования этой культуры они все-таки отказались от вот этого желобка. И вот здесь мощные, конечно, мощные следы забоя. И вот купер, вот здесь показано сверху, поверх вот этого самого слоя забоя остатков множества бизонов, положен тереп бизона, у которого охрой нарисован зигзаг. Такой вот ритуальный жест сделан. Вот это показано очень сложное, очень сложное многоступенчатая система обработки камня. И в фолсом тоже использовались источники высококачественного сырья, которые переносились на дальнее расстояние. Стоянки связаны или со слоистыми отложениями алювиального генезиса или с покровными отложениями. Иногда опознаются, кроме очагов, следы жилищ, которые опознаются или по столбовым ямкам, как на стоянке Hellgap, или по пунктирам из камней обкладки вот такой вот Индиан Крик Монтани. Вы видите здесь уже культурные слои в таких слоистых алювиальных отложениях. С фолсом связан ряд замечательных культурных новшеств. Здесь впервые есть шахты по добыче гематита, то есть массовая добыча охры. Здесь появляется собака, домашняя собака, а вот с искусством по-прежнему плохо. По-прежнему какие-то невразумительные гайки с прочерченными линиями все это не очень вдохновляет. На западе Соединенных Штатов продолжает существовать культура черешковых наконечников, которые представлены здесь в пещерах и на лесах. Вот я привел пример, это Бонавилл Эстейтс, Невадия, это просто раскопки, в которых я принимал участие, раскопки Теда Геббла. И сейчас это адское место. Это высокогорное, безводное, вышли на солнце пустыня, а в блестоцене это рай земной, потому что они жили в этом на весе, и у них плескалось озеро прямо у их ног. Здесь были заросли, здесь было обилие рыбы, в зарослях обилие птиц, зверей, то есть, в общем, здесь это было просто в условиях большой обводненности, это просто совершенно места фантастически райские, а вот условия здесь раскопок, конечно, очень тяжелые, потому что я, в общем-то, принимал участие в раскопках пещер в разных частях цвета, но такого как в этих сухих пещерах я никогда не видел, потому что здесь отложение по сути дела это прессованная пыль, и при каждом движении ножа это все это просто облако пыли, которое поднимается, но благодаря вот этой сухости здесь сохраняется, здесь уцелела та часть материальной культуры, которая от нас уходит, которая нам в Палеолите не видна, это органика, здесь сохраняются веревки, циновки, сети, и в некоторых пещерах остатки сандалий, то есть вот все эти вещи, которые древний человек использовал и которые до нас в Палеолите не доходят, вот такие вот сухие пещеры типа Смиткриг в Неваде, и здесь же единственное погребение, тоже разрушенное, погребение остатки женщины тоже найдено к сожалению при строительных работах, связанное с наконечником Черешковой наконечником запсидиана, кость барсука и иголка с ушком. И другой вид памятников это в Притихоокеанской зоне это памятники связанные с это памятники открытого типа, где найдены на поверхности в большом количестве и Черешковой наконечнике, и наконечнике пловесу. Итак, подводя итоги нашего повествования, что мы имеем в Северной Америке? К сожалению, мы имеем антропологические остатки очень и очень редкие. То есть у нас есть остатки с азиатской стороны, у нас есть антропологические остатки с янской стоянки, которые по определению генетиков Эске Виллер слева они не имеют отношения к заселению Америки. Это порядка больше 30 тысяч лет. Эти остатки имеют отношение к населению Азии, Востока и Юга Азии. Более поздние у нас остатки только в ушках. Здесь у нас в новом свете только остатки с опор Сан-Ривер на Аляске и булл это погребение черешковых наконечников, анцик это клобис. Все остальные стоянки, все остальные памятники это более поздно. Итак, с точки зрения генетики мы имеем длительное существование первичных популяций прошедших из Азии в Беринде. Причем по оценке одних генетиков эти группы здесь существовали от 30 до 16 тысяч лет. Памятников такого возраста мы на территории собственно Беринги не знаем, но с точки зрения оценки датской группы здесь это существование от 17,5 до 14,5 тысяч лет вот это уже ближе к тому, что у нас происходит по археологии и по мнению генетиков именно в Берингии делились произошло деление на южно и северо американские предковые популяции. Вот что мы имеем значит вот стоянка в начале около 30 тысяч янская стоянка затем длительное существование на Берингии и затем резкое увеличение размера предковой группы это то что мы наблюдаем по памятникам Прекловис и Кловис потому что исходя из так сказать популяционной экологии понятно что группа любого вида попав в совершенно незаселенную экологическую нишу на пустое пространство она начинает увеличиваться по экспоненте вот с этим по-видимому связано резкое расселение человека в северной а потом и в южной Америке и вот что мы имеем ранее значит всегда традиционно традиционно представлялось расселение человека в Америке представлялось как однонаправленное расселение из Азии в Берингию на Аляску и далее по коридору в Аккензе на северную потом южную Америку вот эта схема существовала еще в 90-е годы но сейчас но сейчас то что мы имеем по археологическим данным значительно более сложная схема что мы имеем первая волна заселение скорее всего поскольку коридор Маккензе до 15 тысяч лет был недоступен скорее всего это заселение береговым путем следы которого мы находим на островах Калифорнии и далее заселение с запада на восток Соединенных Штатов ну и расселение на на Южную Америку заселение Южной Америки я тут не рассматриваю это тема Южной Америки это тема для особого разговора это первая волна далее формирование культуры Клоис где-то вероятно на востоке или юго-востоке Соединенных Штатов там где наибольшая плотность наконечников Клоис и далее быстрое распространение вот желтыми стрелочками как показано быстрое распространение культуры Клоис на всю область южнее видниковых щитов и коридор Маккензи как коридор с двусторонним движением то есть с одной стороны это проникновение это проникновение палеоиндийских групп предшественников культуры Эгейт Бейси с Аляски на территорию на территорию скалистых гор высоких равных а с другой стороны вместе с популяцией бизонов а здесь по генетическим данным выясняется что часть бизонов Аляски происходит от бизонов южнее от бизонов от популяции бизонов которая существовала на основной территории вот вслед за этой популяцией бизонов на Аляску распространяются носители культур желобчатых наконечников и с другой стороны проникновение распространение культуры Деннели как носители палеоарктической традиции из Азии на Аляску вот такая сложная получается картина разных культур меняющих друг друга конечно все наши сведения неминуемо фрагментарны и безусловно какие-то следы каких-то первичных волн заселения могли и пропасть мог человек какая-то популяция распространяться потом исчезать типа викингской колонизации Северной Америки то есть здесь возможны различные варианты то что мы то что мы находим мы находим ничтожно малое число останков которые проявляются для нас в археологической летописи ну и все что я изложил сегодня это основывается на опыте и путешествий и знакомства с памятниками и знакомства с коллекциями и тут дискуссии с многочисленными коллегами поэтому мне хочется поблагодарить своих российских канадских и американских коллег и вам спасибо за внимание спасибо кажется я немножко поторопился еще страшно будет больше времени немножко короче чем я предполагал будет больше времени на вопросы вот Ирина вопрос да пожалуйста Ирина Митна пожалуйста так Ирина Митна а у вас нет звука сейчас мы попробуем с этим справиться попробуйте сейчас нет нет Ирина Митна не слышно вас я просто пробую как это сделать сейчас не получается Ирина Митна вот сейчас получается получилось товарищ большое спасибо замечательный заклад совершенно фантастический можно у меня два вопроса да сейчас нормально значит первый вопрос вот про янгскую стоянку мне всегда была загадка вы делите охотничий лагерь и сезонная стоянка значит они там жили круглый год как они жили зимой не можно можно несколько слов как вот вы представляете насчет янской стоянки да второй вопрос потом насчет янской стоянки это ведь совокупность памятников которые там есть вот кладбище мамонтов здесь присутствие тоже человека и совокупность жилых стоянок то есть это не я уже говорил что это не культурный слой в том плане как мы понимаем вот культурные слои вот даже на памятниках вот камчатки ушковской стоянки там это следы жилищ поселений которые заселялись в определенное время здесь это здесь это обрывки различных эпизодов обитания и по-видимому еще придется очень долго разбираться потому что все публикации пока по Янской стоянке носят очень предварительный характер исследования этого комплекса продолжаются так что пока можно дать только самую суммарную характеристию то есть зимой они там скорее всего не жили кто их знает дело в том что понимаете определение определение сезонности обитания это очень сложный вопрос вообще для нас как археологов потому что еще в первой лекции я говорил что большинство стоянок палеолитически даже хорошей сохранности это полимпсесты это остатки налагаемых друг на друга эпизодов обитания и если тут не было очень большого осадка быстрого осадка накопления то следы обитания разных сезонов накладываются друг на друга и нам очень сложно в большинстве случаев их разграничить это очень сложный вопрос еще можно вот такой про коридор Маккензи вот вы показали много-много карт то он узенький то он широкий то он очень широкий то он его практически нет вот все-таки как он образовался какая физическая так сказать природа формирования этой трещины между ледниками спасибо он образовался после ЛДЖ то есть где-то с 15 тысяч лет он уже начинал это расхождение лаврентийского и кордильерского двух ледниковых щитов и первоначально он представлял собой очень неблагоприятное вообще для расселения место это холодная тундра холодная тундра с многочисленными с разреженной растительностью многочисленными водоемами в дальнейшем по мере тайны по мере отступания ледников он расширялся и в конце плейстоцена собственно шириной уже где-то порядка 100 километров то есть уже здесь могли расселяться и и звери и люди вслед за зверями спасибо спасибо в ютубе вопрос от ярослава я не знаю кузьмин ли это ярослав вроде бы вероятнее в зуме но вот есть и в ютубе вопрос сергей Александрович скажите я опускаю благодарности они в каждом вопросе задержатся скажите пожалуйста как интерпретируется изделие в виде полумесяца и правильно ли я понял что аналогии им есть к ловисе и фолсоне изделия в виде полумесяца свойственны культурам запада то есть они в основном встречаются вместе с черешковыми наконечниками но вот в кладе фэн они встречены в составе клада вместе с наконечниками к ловисе как правило с к ловисе они вместе не встречаются а вот как интерпретируются ой интерпретируются по-разному как вкладышевые орудия как какие-то может быть и ритуальные то есть здесь очень большое разнообразие интерпретации зависит от размеров от качества их изготовления и второй вопрос здесь же и можно ли уточнить были ли попытки одомашнивания собак на территории Америки или все остатки там имеют сибирское происхождение первые домашние собаки насколько я знаю ну вот сейчас я собственно говоря даже тут я уже не помню наверное да собака это полсомский слой эгейт бейсен стоянка это вайоминг это вайоминг это high plains это высокие равнины это 12700 12500 калибров это первое и пещера ягуара это айдахо это уже запад здесь порядка 12100 калибров вот это самые древние остатки собаки в новом свете вот вопрос был они были одомашнивания там или же они имеют сибирское происхождение трудно сказать трудно сказать спасибо так Валерий Иванович вижу вас попробуйте включить себе звук получилось у меня два вопроса первый поскольку кловис явно культурно чужд сибирскому палеолиту рассматривались ли какие-нибудь идеи несибирского происхождения кловис какие простите не очень хорошо меня не слышно 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 не очень хорошо ввиду чуждости культуры кловис сибирским палеолитическим культурам рассматривались ли возможность несибирского происхождения кловис а это салютрейская гипотеза я знаю я могу вас спрашивать да 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 она по-моему уже в общем оставлена я много раз много раз беседовал с создателями спокойным Дэнис Стэнфордом мы были очень хорошо знакомы с Брюсом Брэдли это конечно с моей точки зрения это концепция совершенно совершенно нелогичная потому что я здесь к сожалению видел и и салютрейские коллекции во Франции и кловис в Америке это совершенно разные это совершенно разные технологии и кроме того огромный огромный разрыв в несколько тысяч километров в несколько тысячелетий то есть никак из салютрей никак кловис не выиграл так что в общем все усилия Дэнис Стэнфорда меня в эту самую в салютрейскую веру обратить не увенчались успехом несмотря на то что он под конец даже такой аргумент как большую бутылку сибирского мунт-щая самогол пытаясь меня убедить в правильности кловис это тоже не мне второй вопрос слышно вот зачем вы употребляете название североевропейских био зон как беллинг аллериот юнгер драйс к Америке это же абсолютно рядом не лежит ничего это же не хронологические термины а биостратографические что вы имеете ввиду когда вы рассматриваете Аляску при этом говорите беллинг или юнгер драйв что вы имеете ввиду дело в том что это это терминология которую употребляют сейчас все авторы которые пишут об этом то есть они имеют ввиду конечно климатические изменения то есть финалов листа цены которые как считаются носили глобальный характер американцы употребляют эти термины да возьмите возьмите все статьи это абсолютно геологически безграмотно потому что изменение природной среды на север Европы и в Северной Америке совершенно разные вообще истории извините ну вот вот я иду вслед за за ним да это очень плохо вы еще употребляете даже название каргинский применительный в Чукотке и Коляске что вообще рядом не лежит это чисто западно-северский термин спасибо ну наверное сейчас уже можно переходить на гренландские стадиалы и интерстадиалы это пожалуйста это вы можете переходить это совершенно другое это вы рассматриваете такие какие-то глобальные климатические события а вот то что речь идет о севере Европы это региональные события местные и финны например уже отказываются от этого Али Реда и Янга Драйес потому что они говорят что это сугубо датско-шведские вещи а вы применяете их коляски это вообще странно спасибо Валерий Иванович пожалуйста коллеги значит я не вижу в ютубе так значит вот Владимир Семенович Шейнкман пожалуйста попробуйте включить звук у себя получилось прекрасно ну я тоже присоединюсь к тем что Сергей Александрович просто великолепный доклад очень информативным и многим специалистам которые занимаются в области полиографии полиокреологии это было чрезвычайно интересным а вот вопрос у меня такой продолжение вопроса Ирины Дмитриевны вот по коридору нет ли каких-то фактов с точки зрения археологии что все-таки лаврентийский щит был достаточно скромнее и более удобные места проживания были ближе к леднику который со стороны Аляски потому что ландшафтно на Аляске формируется ледник в тысячи миллиметров осадках потансферных а лаврентийский со стороны Гренландии там всего 100 миллиметров осадков и при ледниковой зоне всегда жесточайшая суровая мерзлота получается вот вещи где-то несопоставимы лаврентийский должен изрядно запаздывать по распространению по отношению к Аляскинскому потому что энергетика совершенно разная и людям как раз было бы удобнее сразу осваивать территорию возле Аляскинского ледника дожидаясь пока что-то придет со стороны Гренландии ты не уверен про ледник это Сергею Александровичу вопрос нет вопрос тому нет ли фактов что как раз по коридору со стороны Аляски людям было бы жить удобнее а мягче условия я могу простой пример я много работал на ледниках Якутии так как там условия достаточно жесткие но вся линевода старается летом быть возле ледников хотя там достаточно холодно и неуютно там самое хорошее праздбище пожалуйста Сергей Александрович да ну в общем-то я говорю только о карте распространения памятника в какой мере эта карта отражает реальное распространение это тоже вопрос потому что как вы понимаете любая археологическая карта это продукт с одной стороны сохранности стоянок с другой стороны степени их экспонирована степени их доступности и исследовательского факта то есть есть огромные территории которые вообще не изучены археологически там вот скажем район внутренняя часть Аляски вот Танана Минана вот эта часть хорошо изучена а тот же Югун рядом он он значительно хуже просто обследован и там меньше памятников только за счет возможно только за счет того что там просто мало было разведок с целью выяснения ранних стоят спасибо я пока больше не вижу рук позвольте тогда два вопроса у меня вот Сергей Александрович две истории касающиеся североамериканского палеолита по крайней мере которые дошли и циркулируют в нашем естественно научном сообществе вот ваш комментарий первый это причина исчезновения культуры Кловис вот имеется ввиду что есть представление что она исчезла практически мгновенно на всей большой территории над культурными слоями Кловис практически повсюду есть такие пожарные слои с огромным количеством углей значит вот такой всеамериканский пожар ну и дальше развитие этой гипотезы значит вот о попадании значит то ли астероида то ли метеорита даже там где-то по-моему в Индиане даже найдены вроде бы кратеры соответствующего возраста вот к вам естественно вопрос именно по чисто археологической части значит действительно ли культура Кловис одновременно практически ну не исчезла а по крайней мере сильно изменилась уже из этих охотников широкими ножами вот превратилась в нечто такое более травоядное значит и по поводу вот этих вот пожарных слоев это действительно так они там перекрывают я не знаю вот я показывал многочисленные я не знаю откуда взяли авторы эти данные потому что в общем-то многочисленные разрезы там нет этих следов вот этих грандиозных пожаров нет в общем-то во многих случаях Кловис подстилают слои Кловис подстилают как вот Голд вот это Дебора Фриткин там они подстилают слои более поздних палеоиндейских слоев нет там нет вот этих пожаров я не знаю откуда а культура она действительно исчезает на территории запада вот этой западной части Соединенных Штатов то есть район скалистых гор и высоких равнин а на востоке вот приатлантической зоне там развитие культуры Кловис продолжается там называется гений это немножко другой ну я уже не стал вдаваться в эти типологические подробности поскольку аудитория в основном не археологическая немножко другие формы наконечников но она продолжает существовать и во времена существования полцам уже на западе то есть нет такого вот чтобы раз и все исчезло понятно вот интересно публикация там в панасе в солидных так сказать изданиях археологи не подозревают об этой дискуссии которая шла по крайней мере в нулевые годы где-то нулевые десятые годы спасибо вы знаете сейчас очень вот к сожалению понимаете сейчас в погоне вот эта идиотская погоня за публикационными показателями и замена науки наукометрии она приводит к тому что очень часто сейчас вот в последнее время даже в журналах которые очень дорожат своей репутацией и хорошие у них хорошее у них рецентирование даже в них попадаются очень преждевременные так сказать предварительные данные и мне я честно скажу вот не только Америки касаясь мне ни раз и ни два из разных стран там коллеги пишут но ты ты об этой стоянке вообще не пиши больше потому что на самом деле там все не так а на печат нужен понятно Сергей Александрович второй вопрос ну вот по роли вижу Ярослав сейчас начал говорить да говорю о роли человека в исчезновении мегафауны если в Евразии в принципе всегда была дискуссия то есть точка зрения ни одна так сказать не доминировала то в Америке но мы знаем что была высказана Полом Мартином еще там где-то в 70-е годы да вот это вот так сказать гипотеза теория о том что это именно человек выбил всю мегафауну вот те самые носители культуры Кловес и долгое время как мы себе представляем это гипотеза там господствовала и оказывала влияние на наши евразийские дела вот но в последнее время я так понимаю уже где-то в нулевые годы американские археологи я так понимаю разуверились в этом и уже значит эта гипотеза Мартина я так понимаю она уже не является аксиоматической вот на этот счет что-нибудь гипотеза Мартина это в общем концепция которая интересна только в плане истории науки потому что она основывалась на модели Кловес то есть вот первые пришли Кловес и они из коридора выпорхнули и распространились вот так на схеме которая показывала на предпоследнем слайде вот они такой волной прокатились смывая все на своем пути забивая там мамонтов и всех представителей мегафауны на самом деле вымирание в Америке началось вымирание плейстоцена и мегафауны началось до начала распространения здесь человеков и вряд ли человек вот эти разроденные группы оказывали сколь-либо существенное влияние на исчезновение фауны например на Аляске скажем вообще все эти стоянки они возникли уже тогда когда мамонтов здесь не было в Северной Америке мы имеем следы забоя и разделки единичных мамонтов обычно реконструируются в какие-то топкие места куда загоняли вот этого значит бедного мамонта и там его добивали это совершенно не массовые охоты массовая охота велась на бизона в конце плейстоцена это да вот тут действительно массовая охота и то только только вот на на высоких равнинах вот этих high plains вот там вот там вот на этого бизона охотились а на востоке в основном охотились на белохвостого олень чернохвостого олень северного оленя на других зверей ленивец практически гигантский которого рисуют который там обнимает дерево и слизывает сверхушки листья он вымер в основном до появления здесь человека есть Шеридон Питт такая пещера на востоке Соединенных Штатов вот там есть кости гигантского ленивца и в сопровождении каменных орудий это единственное а так в основном он вымер еще до человека то есть это вымирание началось до человека и вряд ли вот эти разрозненные охотничьи группы какое-то влияние на это оказали спасибо Ярослав Кузьмин пожалуйста спасибо большое я буквально слышно да я буквально два слова добавлю речь идет о комете там о бастероиде так сказать который не столько пожары оставил а там есть якобы найдены прослойки обогащенные иридием который образовался после редких металлов образовался после взрыва там и кстати говоря еще с этим же там в чем интересно фамилия главного пропонента этой вещи тоже очень говорящий фаерстоун его фамилия то есть горящий камень грубо говоря астероид метеорит так вот там еще с этим связывают кстати говоря и вымирание мегафауны вот значит ну пытаются связать поэтому да действительно такое существует и в пнасе и там где-то еще так далее но по поводу номер не проходит действительно потому что если мегафауна так почему она там не знаю на Аляске продолжался существовать или там в Сибири и так далее в общем номер не проходит вот а по поводу второго значит связи мегафауны с Кловисом ну в смысле выбиванием фауны вот только что вышла книжка Энтони Стюарта одного из крупнейших таких вымиральщиков вот где он очень четко показывает что действительно вот этот вот значит оверкил то есть уничтожение значит выбивание человеком оно только характерно для каких-то редких регионов там типа не знаю Новой Зеландии там и так далее и нигде практически ни в Европе ни в Сибири ни на Аляске там и в Северной Америке да и в Южной Америке тоже нигде в таком вот виде как Пол Мартин с которым кстати я был не может познаком нигде такого не наблюдается и вот хронология это показывает и археология так что большое спасибо конечно здорово все прекрасно очень четко ясно сжато спасибо спасибо так пожалуйста Сергей Гусев можно включить меня включили да слышно хорошо камеру вниз только немножечко а то мы только вошел увидим я вот так да ну хорошо уже повыше стану я хотел сказать Сергею Александровичу огромное спасибо за доклад дело в том что мне сейчас довелось участвовать в подготовке коллективной монографии вместе с американскими археологами японскими корейскими эта монография посвящена археология северо-восточной Азии и заселения Америки сейчас она выйдет первого числа будет представлена на конференции в Чикаго но видимо туда не удастся поехать поскольку наши эти самые вакцины у них не признаются мы ничего сделать не можем но тем не менее я хотел сказать Сергею Александровичу что на Чукотке самые древние памятники всего 9 тысяч лет да они находятся на таких незначительных стоянках Тытыльваам западная Чукотка и в центре Чукотки это у озера Эльгагытген это сборы геологов тоже это непрофессиональные сборы совершенно вот но древнее ничего нет и я вот все время не нахожу объяснения почему на Чукотке до сих пор нет памятников 11-12 тысяч лет или мы не нашли или мы нигде-то не там искали и вот эти все попытки отнести к тому что та часть суши которая обживалась в это время человеком была затоплена уже в эти древние времена вот это вот до сих пор не ясно а эта монография уже готова она сейчас уже в последней редакции находится и я вам обязательно Сергей Александрович пришлю эти тексты если вы хотите спасибо спасибо я так понимаю что вопрос был почему нет на Чукотке полеолита ваше ваше мнение Сергей Александрович нет ну вам виднее потому что вы там работаете в поле и собственно говоря гораздо лучше меня представляете эту обстановку а почему полеолита нет в том или ином районе это целый ряд объяснений или все зависит от поисковых критериев наверное наверное просто он где-то не в тех местах где мы его ищем я тоже так думаю спасибо спасибо ну больше я не вижу ни рук ни вопросов в ютубе тогда огромное спасибо Сергею Александровичу и в следующей пятнице будем надеяться Иван Борисович поправится и мы его услышим спасибо спасибо всего хорошего всего доброго так так спасибо спасибо спасибо